ЗВОНОК В ДВЕРЬ В августе прошлого года у него сгорели все постройки, документы и деньги. Мужчина потратил огромное количество времени на восстановление документов. Он онкобольной, у него рак прямой кишки. Сейчас Павлу негде жить. Квартира, где он пока пребывает, принадлежит дочери. Снимать жилье у мужчины попросту нет возможности. Пенсии и все надбавки составляют 10 тысяч рублей. Мужчина обратился к мэру города во время программы «Прямая связь». Пенсионер попросил о помощи в строительстве нового дома. После программы его пригласили в мэрию. Подробности мы расскажем в итоговом выпуске новостей. Новый год не за горами. Дети из центра Веста одними из первых получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Сотрудники предприятия «Горэлектротранспорт» организовали для них необычную экскурсию по городу на веселом трамвайчике. Специально для ребят была наряжена елка. Кроме лесной красавицы, детей встречали сказочные персонажи Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, главный символ года обезьяна. У них для ребят было немало сюрпризов и подарков. Дед Мороз из НТР тоже сегодня поздравил одну из нижнекамских семей. Наш медиахолдинг продолжает благотворительную акцию «Стань Деда Морозом». Игрушки для детей приносят самые разные люди. Дед Мороз за помощь очень благодарен. Сегодня он начал раздавать игрушки детям вместе с представителями благотворительного фонда «Твори добро». Волшебник побывал в гостях у семьи Тимофеевых. Мама-вдова, одна воспитывает пятерых детей, двое из которых инвалиды. Благотворительный фонд подарил семье компьютер, а зимний волшебник от НТР – мягкие игрушки и сладости. Сказать, что дети были рады, значит не сказать ничего. Ну а мы напоминаем, акция «Стань Деда Морозом» продолжается. Адрес НТР – химиков 64А. В Нижнекамске прошел художественный фестиваль «Выставка достижений нашего хозяйства». Его участники смогли не только насладиться живописью, но и окунуться в атмосферу песен поэта Барда Айрата Давлетшина и познакомиться с новыми книгами местных писателей. В рамках художественного фестиваля также был организован литературный семинар, посвященный 40-летию Данка. В половину седьмого мы вернемся в эфир с итогами дня. Вот одна из главных тем выпуска. Почти 9 тысяч за час. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают мошенника. Это и многое другое. Смотрите ровно в 18.30. Напоминаю, связаться с редакцией службы новостей вы можете по телефону 40 07 70 и через сайт ntrtv.ru. До встречи в 18.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова